Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В селе Черемное прорвало дамбу. Спасать свои дома людям пришлось подручными средствами. В Новоалтайске вандалы уничтожили 60 деревьев. Кто помогает восстанавливать мини-сквер? Впервые за 33 года Барнаул примет чемпионат России по панкратиону. Режим ЧС по всему региону могут снять в ближайшее время в Алтайском крае. Между тем, в нескольких районах края ситуация остается сложной. Так, в Тольменском устранена угроза потопления райцентра. Но в течение дня вода прибыла к другому населенному пункту – Зайцево. На особым контроле МЧС также Ельцовские и Красногорские районы и Заринск. О ситуации с паводком на сегодняшний день смотрите в материале Юлии Щепиной. В ближайшее время в Алтайском крае могут снять режим ЧС регионального характера. Об этом заявили сегодня на заседании под руководством губернатора Виктора Томенко. Все, дальше везде Чумыш, речка Тольменочка вышла. Там поляна вон тоже затопленная вся. Напомним, вчера 9 апреля жителей Тольменского района готовили к эвакуации. На реке Чумыш масштабные взрывные работы помогли. Сегодня в районе Тольменки уровень воды упал почти на метр, подчеркивает начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Работа велась даже ночью. 9 апреля удалось справиться с 13-километровым затором льда на Чумыше в районе Каменского моста и обезопасить Тольменку и близлежащие села. На 12.00 уровень воды составляет 874 сантиметра по Тольменскому гидропосту. Сегодня ситуация в Тольменке стабилизировалась, эвакуацию отменили. Однако лед спустился ниже и образовал затор в районе села Зайцево. Результат, сообщает краевой МЧС, 15 подтопленных приусадебных участков и протяженность затора более 5 километров. Днем течение реки Чумыш восстановили. Около 14.00 начались подвижки льда. Вода в селе Зайцево стала резко убывать. В других районах края спасатели тоже ведут работы. Так в селе Хабары спасли мужчину, который перевернулся в лодке. В регионе сегодня действует несколько шторм прогнозов. На реках Чумыш, Обь и Чепша. В районе сел Шилоболиха и Ельцовка выявили незначительные заторы. Сейчас на Оби в районе Шилоболихе организовывают работу бригад взрывотехников. В районе Заринска прогнозируют подъем уровня Чумыша. Сформирована группа спасателей. На особый контроль в связи с возможным осложнением паводковой ситуации возьмут барнаульские поселки Ильича и Затон. На данный момент уровень воды в Оби в окрестностях города составляет 452 сантиметра, при критической отметке в 560. Местные жители обеспокоены. Мы пошли посмотреть уровень воды, так как живем рядышком и остерегаемся. Перекрыли уже проезд. Проезд, во-первых, к школе закрыт, только через понтонный мост. И там уже ограничения есть. По последним данным, в регионе остаются подтопленными 101 жилой дом и 205 дворов. В пунктах временного размещения проживают 13 человек, из которых шестеро – дети. В свои дома смогли вернуться 136 человек. Юлия Щепина. День с толком. Жители Алтайского села своими силами сдержали большую воду. В Черевном Павловского района на днях прорвало дамбу, сооруженную на реке. Не дожидаясь помощи со стороны, люди решили противостоять стихии. С помощью подручных средств, самодельных деревянных щитов, песка и сельхозтехники им удалось спасти свое село от затопления. Об удивительной истории сплоченности людей, в которой есть место и риску, и подвигу, а также о необходимой помощи в укреплении дамбы – смотрите в сюжете. Ну все, дамба обвалилась. Подмыто хорошо. Счет на минуты, иначе не избежать беды. Так в селе Черемное под командованием главы сельсовета силами сельчан прошла операция по спасению прорвавшейся дамбы. Завозили, укрепляли отсев, сахарный завод давал, помогал. Песок, отсев, бутца, школы, все, что можно, укрепляли помаленьку. Ну вот это, соответственно, все было промыто, засыпали, успели, забутили. Пять единиц тракторов. Леша там носится, щиты на ферме быстро сбили, вот им щитом перегородили. Прям люди жизнью рисковали. Вот Борис, вот этот парень, который на МТЗ ехал, вот ему надо орден дать. Он рисковал, вот едет, там льется, все сыпется. А вот маленькое, только колесо, вот его понесло, он выкрутил. Еще бы ничего бы, он бы там был бы, криветь, вот так бы. Вода хлынула 6 апреля рано утром и подошла критически близко к дому Валентины Фадеевой. Вода возле дома, вокруг, и здесь везде вода. Я вообще воды боюсь. Так это, вот, хожу по этой, по плотине. Вот, он подъезжает, бабуль, ты все еще не спишь? Да я не усну. Вот, и все. И вот, дай бог здоровья ему. Дамбу еще в прошлом столетии для своих нужд построил сахарный завод. Здесь труба 60 лет назад была монтирована, еще при, ну, при наших, при бабушках. И она просто-напросто от времени разрушилась. И внутри полотна она стала размывать, размывать очень быстро. По словам мужчины, если бы в село зашла вода, ущерб был бы значительным. Затопило бы и жилые дома, и лесхоз, и животноводческую ферму. Убирать конструкцию не вариант, подчеркивают жители. Село останется без воды и повысится пожароопасность. Уважаемый Виктор Петрович, наш глубоко уважаемый губернатор, мы вас очень хорошо уважаем. Мы личная просьба, помогите нам, чем можете ее. Нам нужно дамбу укрепить, сохранить. И если есть возможность, даже как-то шлюзы поставить, чтобы регулировать воду. А то тут вообще хотят ее убрать, мы ее, ну, помогите, пожалуйста. Нет, нет, убирать нельзя. А пока жители села ежедневно следят за уровнем воды и планируют укреплять конструкцию дальше, насколько им позволят средства. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Более 10 дворовых участков затопило водой с глиной сегодня в Барнауле из-за аварии на ТЭЦ-2. Причина – повреждение добавочного водовода, сообщает Банфакс. В результате инцидента некоторые дворы затопило примерно на 30-40 сантиметров. В пресс-службе СГК рассказали, порыв случился еще днем, 8 апреля. Трубу перекрыли примерно через два часа. На месте организовали работу водооткачивающей техники и сделали дамбу из песка. В ближайшее время начнут восстанавливать дорогу, а завтра, 11 апреля, на потопленных территориях будет работать оценочная компания. Она сделает расчет суммы причиненного ущерба, который обещают компенсировать ресурсовики. Усиленная лесная авиация приступила к мониторингу пожаров в Алтайском крае. С 12 апреля пожароопасный сезон начнется на территории всего региона. Какие меры могут предпринять в этот период, а также их источники финансирования, сегодня обсудили на заседании правительства края. Кто и как будет бороться с пожарами в этом году, расскажем в сюжете. Пожароопасный сезон для Алтайского края – уже традиционная история. В последние годы возгорания происходят все чаще. Особенно опасен период с мая по июнь, а также август-сентябрь. Однако в этом году первые природные пожары начались уже в апреле. С 5 числа в шести районах введен пожароопасный сезон. На заседании правительства в преддверии жаркого лета напомнили статистику 2023 года. Основной причиной возникновения возгорания в лесу стала грозовая активность. Она составила 49,6% или 137 лесных пожаров. Необходимо отметить, что возникновение лесных пожаров по причине грозы с каждым годом стремительно увеличивается. И впервые за последние 10 лет достигло практически 50% от общего их количества. При этом в 41% случаев пожаров не удалось установить причину возгорания. Поэтому и виновников установить бывает затруднительно. В этом году работа нацелена на профилактику и предотвращение инцидентов, которые могут возникнуть по худшему сценарию. В качестве принятия дополнительных профилактических мер по недопущению пожаров на территории муниципальных районов сформированы более 2000 патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп. Численностью более 9000 человек. Из числа представителей органов местного соуправления добровольных пожарных. В повестке доклада на заседании правительства звучит и тема финансирования противопожарной работы. Если федеральные средства выделяются в том же объеме, что и в прошлом году, это почти 129 миллионов рублей, то краевые деньги пересортировались. Самая крупная статья расходов – авиационный мониторинг с помощью летательных аппаратов. На выполнение противопожарных мероприятий, таких как устройство и обновление Минполос, дорог против пожаров, назначение отжигов и прочего выделено около 20 миллионов рублей. Проведение наземного патрулирования – 14 миллионов рублей, проведение авиационного мониторинга – 62 миллиона рублей и тушение лесных пожаров – порядка 25 миллионов рублей. Наиболее опасными территориями в крае остаются участки на юго-западе и на границе с Казахстаном. Отдельно есть планы по прореживанию леса, где есть деревья, поваленные ураганом. Но это требует времени на согласование поправок в нормативных документах. В результате прошествия урагана 19 ноября в лесу образовалась масса ветроварной древесины. Общий объем ее составляет порядка 300 тысяч кубометров, из которых порядка 50% невозможно изъять из леса по причине запрета на законодательном уровне проведения санитарно-здоровительных мероприятий при малом проценте выборки. Предлагают снизить допустимый процент погибшей древесины с 25 до 10. Тогда пожарные смогут устранить не только препятствия для передвижения своей техники, но и горючий материал, который может загореться в период засухи. Однако главной задачей традиционно остается защита населенных пунктов от огня, его обнаружение и ликвидация на начальной стадии. Дарья Ирушина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае работодатели предлагают самые низкие зарплаты в Сибири. Такой вывод сделали аналитики одного из российских сервисов по поиску работы. Так, в марте 2024 года жителям нашего региона в среднем предлагали около 49 тысяч рублей. Это последняя строчка в рейтинге. На первом месте Иркутская область – около 66 тысяч рублей. На втором – Красноярский край – около 64 тысяч рублей. На третьем – Новосибирская область со средней предлагаемой заработной платой в 60 тысяч рублей. Кемеровская, Омска и Томская области расположились ниже. Стоит отметить, три региона вообще отсутствуют в этом рейтинге. Это республика Алтай, Тыва и Хакасия. Всероссийская ярмарка трудоустройства сегодня заработала в Барнауле. В течение нескольких дней работодатели для своих потенциальных сотрудников будут предлагать более 9 тысяч вакансий. Как и чем сегодня привлекают новые кадры? Какую зарплату предлагают? И что нужно молодым соискателям? Расскажет Данил Кузнецов. Сегодня нашим предприятиям нужны и сварщики, и фрезеровщики, и наладчики, и инженеры, и много других специалистов. И мероприятия ярмарки как раз позволяют в очень короткое время на нескольких площадках познакомиться с запросами, с сегодняшними запросами наших предприятий. А запросы по кадрам действительно большие. Предприятиям региона не хватает около 7 тысяч человек. И Всероссийская ярмарка вакансий, старт которой дали у барнаульской стелы трудовой доблести, это хороший шанс ознакомиться с профессией. К примеру, будущим специалистом. Сегодня 40 работодателей краевой столицы подготовили для молодежи, для гостей краевой столицы различные мастер-классы, призы, подарки, конкурсы и различные интерактивные площадки. Можно себя, например, на интерактивных площадках попробовать в роли пожарного, в роли специалиста скорой помощи, поварить сварочным аппаратом. Завлекая, работодатели предлагают потенциальным соискателям тут же ознакомиться с продуктами их производства, будь то напитки, детали или даже шины. Пока некоторые студенты на своем опыте пробовали влиться в профессию, наша съемочная группа узнала о предлагаемых условиях труда. Прежде всего, о размере зарплаты. Ученики у нас начинают от 60 тысяч рублей и уже дальше по получению разряда. Насколько, скажем так, быстро получаются разряды? Но на определенное, скажите, троп, некоторые там три месяца обучаются. Четыре зависимости уже от должности. Сегодня многие организации, помимо обучения, уже предлагают бесплатный транспорт до работы, различного рода компенсации и даже размещение в общежитии. Битва идет за каждого сотрудника. Желающих, как еще недавно говорили, за забором не найдешь. Если сотрудник изъявил желание, написал заявление на увольнение, естественно, с ним разговариваем. Возможно, есть возможность предложить ему новую работу. Отпуск, может быть, на пару дней? Конечно. Отпуск, да, первоначально. Предлагаем отдохнуть немножко. Из-за хороших условий стереотип о том, что завод – это рабский труд за малые деньги, в умах молодежи стремительно уходит в небытие. И многие действительно не прочь обучиться чему-то новому. Я бы пошел на токаре, потому что токарные работы, они так успокаивают, когда смотришь, как стружка отлетает, ослабляющая. А потом пальцы. Или пальцы отлетают, да, если засмотреться на стружку. Это интересная работа, которая может быть полезным опытом, как минимум, или также приносить вклад в общество. А вот на какую зарплату вообще ты бы рассчитывала? Ну, честно сказать, если считать просчитывающий минимум, и в принципе, сколько? Ну, тысяч, наверное, сорок минимум. Сегодня на площадке ярмарки, набережная Би, прошли презентации предприятий. Завтра школьники и студенты подробнее ознакомятся с особенностями конкретных заводов на экскурсиях. А уже 12 апреля по всему региону начнет работу сама Всероссийская ярмарка, где более 300 работодателей представят порядка 9 тысяч рабочих мест. Данёк Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. 60 деревьев уничтожили вандалы в Новоалтайске. Сосны, кедры и другие хвойные деревья несколько лет подряд высаживали жители четырех многоэтажек. Они самостоятельно добывали саженцы, привозили их из разных районов, ухаживали за ними и озеленяли ими придомовую территорию. Когда мини-сквер уничтожили, люди восприняли это как личную трагедию. Теперь они планируют аллею воссоздать, но для этого требуется помощь неравнодушных. Продолжить тему Дарья Ерошина. Очень жалко. Очень жалко. Просто всё под корень. Часть спилена, часть порублена. Аллея, за которой ухаживали несколько лет, буквально стёрта с лица двора. Здесь было около 60 деревьев. Осталось чуть больше десятка. Такой акт вандализма до глубины души ранил жителей окрестных домов. А после и многочисленных интернет-пользователей, в том числе из других регионов страны. А у основного инициатора и основателя мини-сквера, бывшего десантника, и вовсе с сердцем стало плохо. Подскочило давление за 200. Увезли на скорой. Вот этим деревьям 25 лет. Мы садили, когда моему сыну было 3 года. Он держал, я закапывал. И вот, представляете, я посадил лес в надежде на то, что он пригодится людям нашего дома, нашего города, нашим детям, нашим внукам. И я не побоюсь этого слова, нашлась какая-то мать, которая это всё вырубила. Вот так дерево за деревом. И когда уже начал разрастаться целый сквер, Юрий собрал подписи жильцов и получил разрешение на высадку хвойных от местного комитета по благоустройству. Саженцы он на своей машине привозил со всего края, а после самостоятельно ухаживал за ними. К доброму делу подключились и другие жильцы. Сквер радовал не только жителей четырёх многоэтажек, но и всего города. Подросшие деревья задерживали мусор, очищали воздух. Но тут их спилили. Одна из случайных свидетельниц сообщила, что это сделали две женщины. И их она сможет опознать. Полиция в настоящее время ведёт разбирательство. А здесь же вот, посмотрите, это щебёнка везде. Вот, здесь вот такая земля. Это всё приходится долбить. Всё приходится долбить ломом. Каждая дырка здесь выдолблена моей спиной. Я вам правду говорю. И тот, кто не садил деревья, он не знает, как это сложно. Мне больше всего обидно, то, что после нас не останется ничто. И всё делается варварскими какими-то способами. И самое главное, каждый варвар почему-то остаётся безнаказанным. И он потирает руки. И ему приятно. Не помню, кто говорил, если хочешь изменить мир, начни с себя. Я начал с себя. Юрий, конечно, хочет восстановить сквер, но уже сомневается, что хватит сил. И опасается, что на деревья снова смогут посягнуть. Обнадёживает факт. Мужчине стали поступать звонки со всей страны от неравнодушных граждан. Люди предлагают саженцы разных деревьев. Но пожилому мужчине требуется и физическая помощь. Если вы готовы помочь воссоздать аллею, телефон на ваших экранах. Дарья Ирушина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаул в конце мая ждёт одно из главных событий в мире спорта. Краевая столица примет чемпионат России по панкратионам. Так же, как и 33 года назад. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Одно из главных спортивных событий года. Совсем скоро Барнаул примет 33-й чемпионат России по панкратионам. Символично, что именно в краевой столице всё и началось. 33 года назад в Барнауле прошёл первый чемпионат по этому виду спорта. 33 – знаковая цифра достаточно. Потому что именно в 33-й олимпиаде мы считаем панкратион олимпийским видом спорта. Потому что плевать мы хотели, извините меня, на сегодняшнее олимпийское движение. На нас, соответственно, так смотрится высоко. Но мы на него. Потому что панкратион всегда был, начиная с 33-й олимпиады. Олимпиады – это 648-й год до нашей эры олимпийским видом. Знаковое такое событие было для Барнаула. То есть все пришли, кто знал, кто не знал. Ну и, во-первых, для всех панкратион это была как бы новинка какая-то. Никто не знал об этом. Кстати, после чемпионата очень большой приток был молодежи в этот вид спорта. Итак, Барнаул вновь выхватил право на чемпионат по панкратиону. Ожидается, что на соревнования приедут 600-700 участников. Из 50 регионов страны – это и юные, и уже титулованные спортсмены. Из Алтайского края у нас, как организаторов, есть возможность выставить еще один состав. Вот это и, собственно, и будет в узком смысле сборная Алтайского края. Потому что на чемпионате России по действующим правилам сборные регионов не участвуют. Самая большая интрига как раз сохраняется относительно того состава, который мы можем выставить. Здесь могут быть очень титулованные спортсмены, самые известные в Алтайском крае. Не исключено, что спустя 33 года Барнаул опять накроет волна интереса к панкратиону. Добавим, что соревнования пройдут с 23 по 26 мая в спорткомплексе «Темп». Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok